Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 6 ноября. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Россия ввела квоту на экспорт азотных удобрений. Пшеница на тендере ГАСК снова подорожала. Эксперты предрекли подсолнечнику дальнейшее снижение цен. Подробности далее в выпуске. Мировые импортеры пшеницы, похоже, смирились с тем, что зерно в этом сезоне придется покупать по высоким ценам. 1 ноября египетская компания ГАСК провела очередной тендер, где российская пшеница была законтрактована по цене 332 доллара за тонну ФОП. Напомню, что на прошлом тендере, который состоялся 27 октября, зерно было продано по цене 327-328 долларов за тонну. То есть примерно на 4 доллара дешевле. В начале сезона Россия на тендерах Египта преимущественно проигрывала. Украина и Румыния были готовы поставлять пшеницу по более низким ценам. Теперь же, отмечает глава Союза экспортеров России Эдуард Зернин, экспортный потенциал наших конкурентов существенно ниже. И по мере исчерпания товарных остатков их активность на мировом рынке будет стремиться к нулю. Румыния уже в значительной мере распродана, Украина сместит фокус на экспорт кукурузы, так что для наращивания поставок в Египет у нас остается еще много возможностей. Но вопрос в том, по каким ценам будут заключаться контракты. Глава Совэкона Андрей Сизов напомнил, что в августе на заседании зернового клуба эксперты предрекали пшенице 320-330 долларов за тонну. И тогда это казалось очень высоко, ведь цена не доходила и до 300 долларов. И вот спустя три месяца Совэкон дает новый ориентир – 350 долларов за тонну пшеницы. Андрей Сизов говорит, что такой уровень цен уже не кажется чем-то нереалистичным. Правительство по поручению президента временно, сроком на полгода, вводит ограничения на экспорт азотных удобрений. Квота составит 5,9 млн тонн для азотных удобрений и 5,350 млн тонн для сложных удобрений, содержащих азот, сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Как и в случае зерновой квоты, объем удобрений, который можно вывести за рубеж, распределят между компаниями-производителями. Займется этим Минпромторг при участии Минсельхоза. Установленные квоты примерно соответствуют историческим объемам экспорта удобрений, отмечают в Минпромторге. То есть новые квоты не приведут к тому, что на российском рынке останется слишком много удобрений. Ограничения, скорее, не позволят химическим компаниям вывести за рубеж больше, чем положено. С этим согласился также исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов. Он сказал, что правительство фактически закрепило существующее распределение удобрений между внутренним и зарубежными рынками. Но нас, конечно, интересует не столько квота, сколько цены на удобрения. И вот здесь неутешительный прогноз дает компания ВТБ Капитал. Она провела исследование и заявила, что на мировом рынке стоимость минеральных удобрений в ближайшие месяцы будет расти. Согласно базовому прогнозу ВТБ Капитала, азотные удобрения до конца марта вырастут еще на 19% и достигнут отметки 840 долларов за тонну ФОБ. Фосфорные удобрения дорастут до 875 долларов за тонну, калийные – до 640 долларов за тонну. После этого, предполагают, в компании цены стремительно рухнут. Отметим, что речь идет все же о мировом рынке. Как все сложится у нас в России, предполагать трудно. Возможно, правительство примет решение ввести не только квоту, но и пошлину на экспорт минеральных удобрений. Тогда наши цены тоже будут отвязаны от мировых. По крайней мере, в деятельности правительства сейчас прослеживается желание еще больше вмешаться в торговые отношения с другими странами. Например, на днях Минфин опубликовал законопроект, в котором предложил сократить сроки вступления в силу ставок экспортных пошлин. По действующему законодательству ставка может быть скорректирована лишь через 30 дней после публикации соответствующего решения Кабмина. Минфин намерен сократить этот срок до 10 дней и рассчитывает таким образом повысить эффективность таможенного регулирования. На этой неделе в России начала действовать новая ставка на экспорт подсолнечного масла. Она снизилась по сравнению с октябрем до 194,5 доллара за тонну. В декабре ставка может существенно вырасти до 276 долларов за тонну, прогнозируют аналитики компании Алиоскоп. Размер сбора они рассчитали, исходя из индикативной цены на масло за октябрь, которая составила примерно 1390 долларов за тонну. Начало ноября ознаменовалось еще и тем, что переработчики стали снижать закупочные цены. Если пару недель назад подсолнечник на юге России стоил 38 рублей, то сегодня в прайсах, видимо, 35 рублей и 32 рубля. Такая картина характерна в целом для России, отмечается в ЭКОН. В европейской части страны средняя цена на подсолнечник без НДС снизилась до 35 500 рублей за тонну. Андрей Сизов полагает, что российские производители недооценили главный фактор снижения цен – высокий урожай подсолнечника, почти 15 миллионов тонн, и фактический запрет экспорта, который снижает конкуренцию за сырье между заводами. Краткосрочный прогноз САВЭКОНа таков – цена на масло семена еще больше снизится. И вот, кстати, к вопросу о конкуренции. Как вы знаете, подсолнечник невозможно вывести за пределы стран Евразийского экономического союза, не заплатив громадную пошлину. Но и внутри союза торговать подсолнечником оказалось непросто. На этой неделе казахстанские маслозаводы заявили, что не могут ввести подсолнечник из России. Россельхознадзор затягивает выдачу фитосертификатов и перепроверяет транспортные средства. Маслозаводы Казахстана и сельхозпроизводители вынуждены расторгать договоры. Переработчики заявляют, что Россия ввела негласное ограничение экспорта подсолнечника. Молочная продукция в Южном федеральном округе может подорожать на 10-12%, сообщил глава Южного молочного союза Константин Синецкий. Причина в росте себестоимости производства. Увеличились затраты на корма, упаковку и ГСЭ. Кроме того, производители несут огромные расходы из-за введения обязательной маркировки. По оценкам Синецкого, дополнительные затраты кубанских производителей на внедрение оборудования составят 1,5 млрд. рублей. И, конечно, дорожают концентраты. По данным портала СОЯ Ньюс, средняя цена концентратов и кормовых смесей в России составила в сентябре 14 600 рублей за тонну. Это в полтора раза больше, чем в сентябре 2020 года. Средняя цена на жмых в сентябре составила 27 600 рублей за тонну. Динамику роста вы видите на графике. Впрочем, по данным СОЯ Ньюс, в Южном федеральном округе жмых самый дешевый, немногим более 18 000 рублей. Константин Синецкий говорит, для того, чтобы по уровню рентабельности производители молочной продукции смогли вернуться хотя бы к показателям 2019 года, рост цен на полке должен составить не менее 25-30% с трансляции на цены производителей. Совет Федерации хочет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и впервые включить в него штраф за подделку или фальсификацию потребительских товаров. Для должностных лиц он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для ИП от 100 до 250 тысяч рублей, для юридических лиц от 250 тысяч до 1 миллиона рублей. Действующий КОАП предусматривает наказание лишь за фальсификацию лекарств, медицинских изделий, вина и биодобавок. Сенаторы же решили ввести ответственность за любой потребительский фальсификат. Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Александр Мельцер, выступая на форуме общественной палаты, сказал, что необходимо исключить ситуации, когда некачественное и небезопасное питание поступает в детские образовательные учреждения. Его поддерживают в отрасли и говорят, что следует ввести еще и штрафы за несоблюдение ГОСТа. Друзья, к сожалению, на этой неделе мы не смогли подобрать ни одной позитивной новости, поэтому предлагаем вам просто посмотреть на это чудное видео из Белоруссии, где во время уборки кукурузы комбайнеры накрыли тайное общество животных. Едва заведев сельскохозяйственную технику, животные выбежали один за другим. Сначала зайцы, а потом кабаны. Очень много кабанов. Что делали животные в зарослях кукурузы, мы не знаем. Мы предлагаем вам в комментариях выдвинуть свою версию. Ну и в целом, друзья, мы благодарим вас за комментарии, которые вы оставляете к нашим видео, за то, что ставите лайки, за то, что делитесь ссылкой со своими друзьями. И хотим рассказать, что у нас появилась еще одна функция – поддержать проект. Если вы хотите это сделать, то переходите по ссылке под этим видео. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok